Если бы можно было каким-то образом залезть в мозг любой авторитарной личности, вы бы обнаружили, что фантазии у них необычные. Авторитарная личность предается фантазиям о том, как вас контролировать. И коронавирус дал для этого идеальный повод. Теперь добрались уже и до вашего дома. Вы не поверите. Репортаж Рика Левенталя. Здравствуй, Рик. Здравствуй, Такер. Для любого, кто живет в Нью-Йорке или Калифорнии, эти дни будут особенными. Два губернатора издали одинаковые приказы. Они утверждают, что единственный способ замедлить распространение COVID-19, это снова начать вводить карантинные меры. Начиная с вечера этой пятницы, с 22.00 будет действовать комендантский час во всех барах, ресторанах, спортивных залах и ликероводочных магазинах в штате Нью-Йорк. Люди смогут брать еду с собой или осуществлять доставку, но никакого алкоголя с собой. А на частной территории нельзя будет собираться более чем в десятером. Губернатор Куома заявляет, что вечеринки причина всплеска заболеваемости. Он также заявил, что если эти меры не помогут, он может вообще закрыть спортзалы и заведения, где питаются в помещении. И он требует, чтобы мэр Нью-Йорка поручил городскому полицейскому департаменту следить за исполнением новых правил. В этой ситуации есть всего две основополагающие истины. Это личная дисциплинированность и государственный контроль. А здесь, на западном побережье, губернатор Гэвин Ньюсом выпустил схожие новые директивы перед Днем Благодарения. Одновременно вместе могут собираться не более трех отдельно проживающих семей. Собираться надо на свежем воздухе не более чем на два часа. Присутствующие могут пользоваться упорной при условии частой санитарной обработки. Петь, скандировать или кричать строго не рекомендуется. Такер, клянусь, это не моя выдумка. Вы буквально читаете мои мысли. Рик Левенталь пустился во все тяжкие, он снова пишет фейковые новости. Нет, я ничего такого не делал, это все по-настоящему, я просто передаю вам его заявление. Это просто невероятно. Как и многое другое, Рик Левенталь, спасибо. Конечно.